Всем привет! Сделали буржуйку своими руками из подручных материалов. Печь получилась классная и имеет много функций. Эту буржуйку можно использовать как для отопления помещений, так и для приготовления пищи. Начнем с дымохода. На 6-дюймовую трубу приварено борт-кольцо под безболтовое соединение. Такое же кольцо приварено к дымоходу, который находится в помещении. Буржуйка ставится под дымоход и соединяется БС-ом, то есть безболтовым соединением. На стационарном дымоходе нужно сделать сборник конденсата, примерно таким образом. Внизу нужно поставить краник. Между борт-кольцами можно положить асбестовый шнур. Когда печь нужно вынести, ее легко отсоединить от дымохода. Все детали сделаны съемными для того, чтобы ее не сложно было вынести. Снимаются дверцы, крышка, колосники, зольный ящик. Остается только корпус, который весит около 60 кг. Верхняя крышка сделана из рифленки толщиной 8 мм. К ней приварены два кольца из толстой полосы. Между ними набит асбестовый шнур. Дверцы, чтобы не коробились, выполнены из двух кусков металла. Между ними зазор 5-7 мм. Ручки на дверцах находятся на значительном расстоянии от корпуса. Благодаря этому они не нагреваются и можно брать рукой. Внутри корпуса на 10 см ниже верхней топки приварены 4 кусочка толстой арматуры, на которые ложатся колосники. Дно буржуйки сделано из такой же рифленки, что и крышка. В ней просверлены отверстия диаметром 16-18 мм для поддува. К дну приварены 2 сотых швеллера для зольного ящика. На зольном ящике есть две ручки для удобства. Вместо ножек приварены 4 большие гайки. Если буржуйка находится на улице, ее можно использовать как мангал. Еще можно ставить казан для приготовления плова, ухи или кулеша. Для этого ставятся колосники. Если нужно коптить продукты, то колосники убираются. Так она выглядит в разобранном состоянии. Собирается она просто. Сейчас мы ее соберем и все о ней расскажем. Ставим поддон. Поддон имеет две ручки для удобства. Эта дверца она поддувала. Она сделана из двух частей, между которыми зазор. Это сделано для того, чтобы не накалялась передняя ее часть. Ставим колосники. Вот так они выглядят. Изготовленные в основном из арматуры. Ставим вторую дверку. Она тоже двойная. Здесь приварили гаечки. Это у нас функция для копчения продуктов. Вот так это все устанавливается. И на крючочке можно вешать сало, мясо, рыбу. Коптить можно на улице. Печь съемная, легко можно отсоединить и вынести из гаража. Для этого сделали вот такой хомут. Таким образом он соединяет печь с дымоходом. И кленом фиксируется. При необходимости можно рассоединить и вынести печь на улицу. Если коптить на улице, нужно перекрыть дымоход. Вот сюда положить какой-нибудь лист. А здесь положить мешковину. И дым будет постепенно, равномерно выходить. Для копчения на улице поддон вытаскивается. Сюда ложим металлическую пластину и закладываем фруктовую стружку. Огонь разводим снизу. Он нагревает стружку. Стружка начинает тлеть. Все закрываем. И оно там тлеет. Здесь мешковина, тяги не будет. Если погоды нет, можно коптить в помещении. Для этого стружку засыпаем вверх. Убираем колосник, засыпаем стружку. А поддоном регулируем подачу кислорода. Можно закрыть полностью, чтобы она не горела, отлела. И ставим верхнюю крышку. Сделали такой паз, чтобы было легче ставить. А также можно варить кулеш или уху, когда печь на улице. Для этого снимаются прутики, а вот сюда устанавливается казан. И насчет отопления. Если нужно сильно нагреть или подогреть что-то на крышке, то ставим колосники. Для длительного горения колосники убираем. Сюда налаживаем сухие дрова для растопки. А сверху засыпаем опилками, брикетами или стружкой. Желательно не сильно сухой. Когда печь разгорелась, закрываем все наглухо. И оно будет долго тлеть и поддерживать температуру в помещении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин